Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал. Редакция журнала Всемирная иллюстрация. Санкт-Петербург, 1893 год. Дедал и Икар. Гипсовая группа Локко. Дедал, афинянин, был известен в древности как искусный механик и скульптор. Убив из зависти своего племянника, Дедал был осужден ареопагом на изгнание. Тогда он отправился на остров Крит к царю Миносу, по повелению которого построил там знаменитый лабиринт, названный его именем. Несколько позднее Дедал навлек на себя гнев Миноса, тем, что способствовал своими изобретениями преступной страсти супруги Миноса, Пассифай. Наказание Минос заключило его в лабиринт вместе с его сыном Икаром. С целью бежать из лабиринта Дедал для себя и сына смастерил крылья из птичьих перьев и воска. С помощью этих крыльев он поднялся на воздух с сыном и таким образом освободился из лабиринта. Но Икар слишком приблизился к солнцу. Воск его крыльев растаял и он упал в Игейское море между Самосом и Патмосом, около острова, который был назван Икарией. Нынешняя Никария. Та часть моря, куда упал Икар, была точно так же названа Икарийским морем. Талантливый немецкий скульптор взял для своей колоссальной группы тот момент, когда Дедал, вытащив труп своего сына Икара из волн морских, убеждается, что он умер. Группа скомпонована необыкновенно талантливо. Дедал поддерживает на руках труп сына и с несказанной печалью смотрит на него, как бы не веря собственным глазам. В особенности удачно выражена контрастность между бодрым, сильным, роскошно сложным телом старика Дедала и незным юношеским телом только что погибшего Икара. Редко удается скульптуру выразить в скульптурном произведении столь истинное человеческое чувство, столь трагического пафоса. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.